всем привет вы на канале юрия васильченко и поговорим сегодня об этих замечательных созданиях о волнистых попугайчиках у нас у меня или у нас или у меня как угодно в общем хорошие новости есть немножко решили расширить свое хозяйство увеличили поголовья курей поголовья кроликов поголовья канареек и не забыли о поголовье волнистых попугаях перед вами волнистые попугаи возраст которых примерно где-то примерно полностью не могу сказать точно потому что сам продавец у которого я их приобретал тоже толком не поймет когда они родились в общем зимние эти волнистые попугаи зима 2020 года а сейчас у нас зима 2021 года но они то ли в конце весны то есть то ли в конце февраля родились то ли в конце января я толком до сих пор не пойму вот видите самец кормит самку это говорит о том что уже да в принципе это ни о чем не говорит но я хотел сказать чтобы меня правильно поняли изначально хотел сказать что птица спорована там готова к размножению но это все относительно если самец начинает кормить самку а самка охотно принимает это может быть два варианта один вариант то что самец половозрелый пара пара с половозрелой и они кормят друг друга другой стороны самец половозрелый и он кормит он может конечно покормить любую самку сейчас эту покормил через полчаса другую покормит то есть это принципе ни о чем не говорит можно сажать как угодно в общем речь пойдет о том как мы разводим как мы развиваемся и в конце этого видео поговорим о кормовых нормах вот у меня наболевший вопрос кормовые нормы сколько нужно кормить ну чем кормить это вы можете посмотреть придут в предыдущих видео о волнистых попугаях а сегодня именно поговорим сколько надо еды этим прекрасным созданием которые называются волнистый попугай просто многие разводчики говорят то что вот они едят очень много по моему они немного едят но в общем разберемся в конце я покажу таблицу у меня есть таблица я считал высчитывал запутался и вот думаю с вами поговорим так еще у меня есть здесь сейчас покажу вам еще один вольер которым уже на предыдущих видео вылетали птенцы вон они сидят тут все в принципе хорошо кто смотрел внимательно предыдущие ролики здесь птенцы были разной возрастной категории и те кто старше были все вылетели я их отсадил вот самка там прячется я их отсадил а здесь остались сейчас домики с малышами ну и те птенцы у которой уже вылетели у них самки сидят уже на второй кладке то есть тут все нормально вот там есть пятый номер вот тот пятый номер там были вертолетчики 4 вертолетчика 3 вертолетчика не справились с трудностями жизни а один вертолетчик выжил и стал хороший птенчик он сейчас там сидит в принципе не знаю если получится покажу там самка на второй кладке уже сидит но я сейчас на проберусь туда и покажу вам этого парня вот друзья помните эту самочку с избытком полетела а вот тот который был когда-то вертолетчиком помните я на видео его снимал вот у него нормальные ноги кусается правда вот пожалуйста как показать ему принципе уже пора вылетать он чуть не вылетает до сих пор сейчас все улетел в общем вот смотрите у него ноги идеально ровные ну или просто ровные ну по крайней мере не скажу что вертолетчик видно и это не самец это кстати по моему самочка вот ножки у него классно получились все прошло это что касается вертолетика а самка вот уже снесла новые яйца блин мы их присыпали немножко все не будем беспокоить отправляемся к нашим новым волнистым и так что касается новой новой стаи волнистых попугаев это находятся они вот таком помещении примерно здесь у них расстояние размер вольера полтора на полтора и высота два метра кто-то мне из подписчиков писал зачем мы тут поделили давайте сделаем юсб панелями обставим будет нам красиво смотреть а попугаем якобы будет комфортней в общем отвечаю на его комментарий что попугаем лучше конечно сделать вот такие простые стены можно из кирпича можно из бетона чтобы они не грызли и все это дело поделить если это сделать из пластика или юсб то есть если стены оббить юсб то там возможно будут всякие жучки паучки жить но если кто-то в клетках держит то пожалуйста делайте клетки ставьте их как угодно здесь я оборудовал такие полочки здесь будет также становиться скворечники как соседнем я думаю этого хватит здесь кстати 10 пар получилось качели тут пока нет просто сделал жердочки ну и в общем хотел было я ставить ему же домики а птица до этого у меня сидела в специальном помещении там как бы был своего рода карантин ну они получается отсидели там весну лето осень и вот зиму там было у них питание было приближенная более к природе они ели траву всякую разную траву потом было даже я сделал такую клетку дно сделал из сетки и просто ставил в разные участки огорода и птицы ели там принципе была любая трава но никто не отравился никакая ядовитая трава не попала в принципе хотя считается допустим лютик лютик считается ядовитой травой как бы все прошло да удачно но может быть за год из этой стаи вы было наверно три птички или 2 2 птички вы было потому что ну может быть естественный отбор все-таки прошел ну так по переносица значит все они переносицы у них в принципе стандартные вон и коричневые и синие и бурые такие все насыщенные цвета в принципе птица ну такие вот переносицы это говорит о том что у птицы ее щитовидные железы щитовидные железы они работают нормально ну некоторых даже хорошо работают вот так теперь когда я подготовил здесь это помещение перенес сюда птицу когда я пересаживаю я заметил что птица моя линяет то есть она была вся в мелких таких колодочках ну и это линька остановила период как бы процесс размножения теперь надо вообще по-научному рекомендуется после линьки делать отдыху два месяца птица должна восстанавливаться после линьки два месяца ну посмотрим сейчас у нас конец февраля два месяца это будет конец апреля но мы все-таки немножко это дело ускорим и сделаем в начале марта в начале марта поставим домики потому что здесь того дня когда их пересаживала уже прошло две недели и колодок в принципе уже колодки открылись то есть принципе линька я думаю уже прошла можно сказать посмотреть они вон все яркие хорошие а когда они сюда пришли прилетели я их принес у них оперение было такое слегка рыхлое а я еще думаю почему он такое рыхлое смотрится а это было просто еще новые колодки не открылись потому что там где они жили температура была плюс 7 плюс 5 плюс 3 ну в общем около нуля была температура и возможно то каким-то образом замедляла их не уленьку но теперь здесь у них тепло но относительно тепло я тут в теплой одежде нахожусь здесь сейчас плюс 16 плюс 15 во внести чувствую себя хорошо и вот эти которые с малышами тоже хорошо себя чувствуют при плюс 15 так здесь плане кормления у меня оборудовано такой лоток я насыпаю сюда видно кукуруза даже есть вот они ее не взяли целая но недостаточно голодные или может кукуруза недостаточно размокла а так вот обратите внимание все съели здесь овес семечки пшеница сорга рапс канареечное семя немножко лен полоники черная шелуха это от семечек и от рапса немножко лен тут есть но вроде не а еще чечевица чумиза нет чечевица чумиза нету здесь ну вроде все перечислил ну и пшеница то есть не пшеница кукуруза кукуруза вон одно зернышко одно зернышко было больше видимо съели ну и потом я делаю так берут что тут остается что тут остается я это дело высыпаю сюда здесь прилетают неразвучники вон они всегда неразвучники прилетают и тут потом еще это доедают все кукурузу доедают всегда ничего не остается и потом снова это все сметаю веником и отношу курям и куры еще раз перебирают вот такое получается безотходное производство сейчас пока опустошил сейчас насыплю просто сухого зерна насыплю но мне кажется я все-таки перекармливаю немножко надо надо меньше кормить сейчас мы с вами разберем таблицу и придем к выводу сколько кормить вот у меня таблица уже на готове специальный журнал сейчас я корм принесу и продолжим разбираться вот сейчас получается у меня уже второе кормление сегодня по времени где-то примерно сейчас 4-5 часов дня сейчас они получают смесь которая состоит из спроса овес семечки канареечное семя немножко и немножко лен тут что-то его даже не видно вон канареечное семя я вижу лен не видно в общем лен есть но очень мало вот такое меню это второе кормление это это второе кормление даю сухое потому что прохладно и чтобы птица не тратила энергию на обогрев тела а вот не на это питание то есть она поезд и силы на обогрев тела не потратит а пойдут у нее силы на заключить завершение линьки набор набирает сил перед предстоящим сезоном размножения сейчас мы это все поставим значит таким образом кормятся здесь стоит лоток зерносмесью а здесь стоит вода на кирпиче желательно на кирпиче потому что когда они покушали шелуха потом они взлетают все это разлетается в умеете по углам и будет попадать в воду а если у вас вода будет на возвышенности на кирпиче ну или вешайте там кому как удобно короче воду надо повыше делать от уровня пола чтобы не попадало зерно шелуха от зерна ну и все тут они поели и полетели в самый верх вон туда отлететь надо то есть птица получается активно развивается в плане том что у нее нету ожирение зажирение я надеюсь что процесс размножения будет хорошим и результаты посмотрим все буду буду снимать показывать посмотрим к чему все это приведет если это приведет к положительному результату то будем брать это за основу если к отрицательному результату тоже будем брать это за основу как не надо делать если будет все хорошо, значит будем на это опираться и будем так делать. Ну, в общем, вы меня поняли. Это я говорю потому, что в нашем деле, вот в этом разведении попугайводства 100% никаких гарантий нет. Все относительно. И истина, истина успеха, она где-то рядом. Но ее никто не знает. Или все знают и молчат. Но я сомневаюсь, что ее все знают. Скорее всего, никто не знает. Она просто где-то рядом. Ну и в общем, чтобы узнать эту истину. У кого есть возможность снимать видео, это, допустим, у меня. Я снимаю, делюсь с вами. Чтобы узнать эту истину. Кто нету возможности снять, пишите в комментариях, как вы добиваетесь успехов. Плюсы, минусы все это дело. Не хотят они позировать. Сейчас попробую аккуратно. Птичка сытая, поэтому им сейчас до меня не дело. Обычно, когда утром прихожу, рано, они с ночи проголодаются и прям чуть ли не с рук кушают. А сейчас вот, пожалуйста, убегают. Но ничего и так нормально. Обратите внимание, у меня также снова расцветка необычная. Опять у меня нет зеленых попугаев. Если у кого-то есть молодая, красивая зеленая волна, пожалуйста, пишите. Приобрету. Если есть желание, можете даже подарить. Мне от этого будет только лучше. Будем снимать, как она будет развиваться и давать птенцов. Итак, перейдем сейчас к рассуждению по поводу того, какие нормы кормления для попугаев, для волнистых. Ну и там поговорим и о канарейках, и о неразвучниках. Все, что в таблице будем, все разберем. Итак, перед нами журнал о птицах. Фамилия автора этого журнала слишком известна, чтобы ее называть. Поэтому не будем. Мы акцентировать на это внимание, потому что кто-то скажет, вот, взялся рекламировать чьи-то брошюры, толку нету, все пропало. В общем, ближе к сути. Смотрите. Перед нами таблица потребностей корма и воды декоративных птиц. Для поддержания метаболизма. Обратите внимание. В общем, вот у нас первая идет канарейка, потом волнистые попугаи. И вот здесь я пришел в тупик. Потребление корма. Тут написано грамм. Вот она как бы в граммах. Видите, здесь все в граммах. Здесь на 100 грамм массы тела. То есть получается 15 грамм на 100 грамм волнистого попугая. Так получается. А здесь написано на птицу в день. то есть вот если взять волнистого попугая на 100 грамм волнистых попугаев это наверное сколько будет? Два попугая будет весить 100 грамм. Может чуть больше. Им получается надо 8-12 грамм. А здесь написано, что на птицу на одну 3,6 и 5,5 грамма. Вот тут я не пойму сколько. В общем, я прихожу все равно к тому выводу, что зерносмеси им надо абсолютно немного. И получается так, что учитывая эту таблицу дополнение получается будет дополнение корма это будет морковка, яблоки, свекла, кабачок, тыква, ветки, трава, зелень разная. Ну а зимой допустим пророщенное зерно оно уже будет не считаться сюда. В общем вот есть такая таблица. Ну и смотрите получается вот я притащил еще вот стакан, столовая ложка и чайная ложка. Вот примерно возьмем пшено. Вот у нас пшено если столовыми ложками мерить, то вот пшено в столовой ложке 25 грамм. Сейчас минутку. Чайная ложка пшена это получается 10 грамм. Правильно? То есть если берем эту таблицу, то на одного волнистого попугая надо что пол чайной ложки что ли? Вот я запутался, не знаю, как вы думаете. Напишите пожалуйста в комментариях. Давайте придем к истине и поймем сколько надо. Только друзья смотрите, давайте все это дело аккуратно будем рассуждать. И такие высказывания как чем больше кормить тем лучше это некорректные высказывания. Нам надо грамотно подходить к этой ситуации. потому что кормление птиц это основа, это фундамент. Это рентабельность ценообразования отсюда складываются. Это к тому, что если кто-то спрашивает выгодно разводить, невыгодно разводить ну в принципе все в жизни относительно. Кто-то заморачивается выгодно ходить на работу, а может быть невыгодно ходить на работу. А в школу выгодно ходить. То есть Разберем это с другой точки зрения Как правильно и сколько нужно Чтобы не было перекорма Потому что волнистым реально можно высыпать Можно высыпать стакан Они поедят А можно высыпать пол ведра Они тоже это съедят И вот и пожалуйста В общем с кормом Примерно понятно, что ничего не понятно Так что пишите, будем разбираться Так, волнистые мои попугайчики Вот они какие Успокоились, вот сейчас они успокоились Прислушались И можно их всех нормально рассмотреть Вот классика, видите Вот эти вот желто-зеленые Орлекина А нет, они орлекина Забыл как эта расцветка называется У нее название свое есть Вот такие вот у меня птицы В общем В конце февраля Вон не за горами Будет выставка в Кропоткно Поеду туда У кого какие вопросы есть Пишите Ну в плане выставки Кому что узнать Я если будет узнаю Сообщу вам в видео И в конце февраля В начале марта Будем ставить домики Все это будем фиксировать На видео Для истории Для потомков Ну такие вот дела В общем Внесем неоценимый вклад В разведение волнистых попугаев Потому как Не сидится на месте Вот так вот Все друзья Подписывайтесь на канал Рекомендуйте своим знакомым Мой канал От этого будет им польза Всем Нам И до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok